Платить не придется, чтобы познакомиться с историей иркутского купечества. В Иркутске состоялась премьера документального фильма об известном меценате Николаю Второве. Дебютный показ прошел в одном из кинотеатров областного центра. Подробности создания ленты узнаете в следующем материале. Нечасто встречающаяся картина. В зале Иркутского кинотеатра нет пустого места. Зрители в ожидании премьеры документального фильма про известного иркутского промышленника и мецената Николая Второва, или как его называли еще при жизни, «Русский Морган». Ждет первого показа и исполнитель главной роли, а точнее голос русского предпринимателя Сергей Снарский. По его признанию, процесс озвучки был непростым, потому что при жизненных записи голоса купца не осталось, да и партнерши менялись. После нескольких кандидаток выбор остановили на актрисе из Польши Каролине Грушки, кстати, супруге нашего земляка и драматурга Ивана Вырыпаева. Естественно, эту фамилию я знал. Я хорошо знал пассажи Второва по дореволюционным открыткам. И мне было интересно работать. Я много узнал об этой купеческой династии. И мне было интересно самому работать с этим образом. Сама лента выполнена в жанре интервью, которого в действительности не было. В течение 15 минут Николай Второв рассказывает вымышленной журналистке про то, как его отец Александр Федорович создал свой капитал на продаже ткани, намного опередив ближайших конкурентов. Затем было создано товарищество Второвых, после чего дело продолжили дети купца Александр и Николай. В фильме использовано множество архивных съемок дореволюционного Иркутска, которые отцифровали и колоризировали. А в заново снятых эпизодах использовали реквизит, который получил одобрение исторических консультантов. Самое интересное для меня это феномен предпринимательского мышления Второва. То есть даже в ситуации, когда он был на грани разорения, или когда весь город сгорел в пожаре 1879 года, Второв нашел возможность даже преувеличить свой капитал. После Великого Иркутского пожара Николай Фторов построил завод в Подмосковье, который позднее превратился в целый город Электросталь. Кроме того, на протяжении всей жизни Фторов был постоянно нацелен на благотворительность. Собственно, эта часть биографии промышленника и послужила толчком для создания картины. Судьба этой картины началась в 2017 году, когда мы совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области решили создать что-то эдакое. И, к счастью, они в нас поверили, в частности, руководители Наталья Давыдова. Результат работы вы видели сегодня на экране. А уже сегодня фильм смогут посмотреть все жители Прибайкалья и не только. Лента про богатейшего человека в России начала 20 века, родом из Иркутска, доступна на YouTube. Олег Федоров, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова